добрый день дорогие дамы и господа ladies and gentlemen яков файн мое имя соединенные штаты америки душевный канал будни америки 17 или рассказал 17 февраля 2021 года вчера мне сказали что я горел в нос и чтобы я был здоров извините если горел в нос но как бы не вроде быть фу тьфу тьфу но за пожелание спасибо начнем с ответа на комментарии казьма прутков пишет спасибо за пищу для ума было как всегда приятно и интересно вас слушать мне нравится этот комментарий мне нравится этот комментарий не потому что казьме пруткову нравится то что я говорю а потому что он говорит что я ему даю пищу для ума казьма прутков может быть не согласен со мной вообще или в частности по каким-то вопросам но он думает и that's the best comment of the day то же время то же время одна женщина одна женщина одна женщина по имени галина калевич вот написала после богомолова отписалась навсегда отписалась навсегда галина калевич видит мир черно-белом то есть или так как она или не как когда я вижу что кто-то от меня вот так отписывается по такой причине это я начинаю улыбаться как монолиза вот так похожи на монолизу не знаю галина что же вы делаете галина зачем вы отписались кому вы сделали хуже у вас была площадка где вы могли выступить вы могли не согласиться со мной я бы вам отвечал мы могли бы подискутировать как-то неужели надо вот так отрубить меня навсегда обычно обратите внимание тоже не весь месседж здесь посмотрите внимательно как пишет галина она сознательно включает верхний регистр в клавиатуре большие буквы чтобы я слышал ел гнев она вне себя вообще что я упомянул богомолова она пишет после отписалась навсегда это в гневе богомолова надо унизить поэтому его надо она специально переключил регистр на маленькие буквы написала богомолова с маленьким могут как она его презирая до галин хочу вам сказать если вы решитесь вернуться в число моих подписчиков я буду вам рад невзирая на то что вы здесь написали большими буквами я на вас зла не держу желательно писать комментарии где вы хотите высказать свое мнение они вот просто большие маленькие букв все люди которые пишут месседжи большими буквами сам thing is wrong with them так перейдем к темкам перейдем к тем очкам хочу вам показать одного мужичка вот он этот мужичок и вот он тут он хоть и в полицейской форме но он как бы волонтерил какие-то специальные есть такая группа где волонтерят в полиции нью-йоркской и вот он эти собака хороший мужик выглядит нормально то есть любит животных любит полицию но более того он планирует он баллотируется на мэра нью-йорка в этом году чем же мне привлек этот мужчина с приятным лицом этот мужчина зовут его виталий как его зовут виталий филипенко или филипченко ну вот видите виталий за мэра филипченко вот извините виталий извините виталий чем меня привлек ну конечно не так много виталия филипченко у нас тут на мэра претендует поэтому я решил посмотреть вот going on background у виталия филипченко а кстати выборы мэра в этом году и слава богу нас неудачный мэру идет но какой же бэкграунд у виталия филипченко 15 лет назад он прибыл в соединенные штаты америки конкретно в нью-йорк по гостевой визе потом он ее переделал на рабочую и у него есть маленький бизнес чему учился и откуда приехал виталий филипченко виталий филипченко приехал из томска из города томск где он получил образование инженера по ремонту и строительству новых дорог тут у меня сразу же возник вопрос я конечно понимаю что российские российская школа дорог ремонта и построения новых пользуются заслуженной репутации во всем мире мяком просьба если кто-то из вас живет в томске расскажите мне пожалуйста как у вас дела с дорогами в томске можем ли мы доверить нью-йорк выходцу с таким образованием когда я смотрел с ним интервью еще один такой флажочек был он сказал что он был на гостевой визе он приехал потом у меня передел в рабочую речь в анбита и за полтора года ну сейчас он наверно уже гражданин я думаю полтора года это для меня звоночек на что я сделал то же самое я приехал по гостевой но я в течение шести месяцев уложился и переделал рабочую в рабочую визу и то есть я никогда не был нелегально то что виталий полтора полтора года передел эту в рабочую визу у меня возникает какие-то вопросы сомнения мне надо фонаря и я желаю виталию счастья в личной жизни чудная собачка вот но если он действительно пойдет на выборы раскопают просто все раскопают цвет его трусов понимаете если там была хоть какая-то лажа с каким-то моментом когда он был без визы в эти полтора года он уходит с позором то что у него шансов никаких нет стать мэром это однозначно там я вижу какие претенденты эндрю янг который баллотировался в президенты сша он причастлив был баллотируется в президент в мэра нью-йорка 28 по моему процентов уже за него там каких-то 17 процентов за того кто сейчас является председателем бора бруклин района бруклина всего у них и у них есть все они разговаривают как надо у них образование у них у кого-то есть политические карьеры вообще про эндрю янга надо будет поговорить отдельно он такой интересный человек и хоть он и демократ я очень бы хотел чтобы он стал мэром нью-йорк умный мужик ну какие у него идея поговорим отдельно но виталия филипенко нет никаких шансов конечно же я не даже не думаю что один процент у него будет шанс но это чистый пиар-ход конечно же сейчас может кто-то узнает о его компании виталия филипенко и может ему бизнес какой-то принесет какие-то контракты но идея неплохая может быть мне сделать сайт яков за нам мэра нью-йорка яков for mayor.com будете за меня голосовать пацаны ну конечно вы должны жить нью-йорке для этого если вы пока не живете но все-таки напишите как вы считаете хотели бы вы видеть меня мэром нью-йорк ну если бы я его не занял это место ну хоть подписчиков прибавилось бы на мой чудный канальчик правда следующая темка нашей программки что-то мы с вами давно не болтали о вирусе а вирусе давно не болтали ну вы конечно знаете что вирус он диклайн вирус падает вниз количество заражений резко снижается вот посмотрим на эту табличку которую я вам показывал год назад часть часто сейчас уже не очень часто по количеству заражений мы на первом месте и сей так ли это и не дай-ка я рефрежда да мы на первом 28 миллиона в индии на втором но если взять по давайте возьмем по смертям на миллион населения мы на десятом месте впереди нас есть много других чудных стран но не в этом дело не об этом я хотел поговорить давайте сравним вот эти две страны и осей посмотрим сейчас быстренько на картинке вот посмотрите это активные кейзы активные случаи падает пошло вниз всего нас не интересует просто там конечно накапливается но ежедневное посмотри как идет вниз ну резко вниз резко реально идет резко вниз ведь последний месяц особенно резко идет вниз где-то и причем смерти они же они отстают от заражения но тем не менее резко идет мне действительно мы это видим и где-то здесь я видел вот такие вот данные там за 14 дней на 41 процент меньше кейзов на 22 процента меньше смертей на 30 процентов меньше меньше госпитализации тогда но что меня заинтересовал что то же самое происходит в индии понимаете когда если мне индия мы могли бы сказать громко что вот видите вакцина работает у нас уже более 40 миллионов вроде бы получила первый шат первый укол в руку первую прививку у нас колят либо модерну либо файзер на другого не кодят пока astrazeneca кстати показала себя не очень ее в миллион вакцин закупила южная африка оказалось что она не вообще не работает против их штамма и они подарили другим африканских странам которые бедные над на на тубик боже шунам на гоже но у нас файзере и модерна вроде бы все чудненько и можно сказать вот видите вакцина работает у нас тут нас лечат все время надо носить маски доктор фаучи известный человек который все весь год при трампе было не ругались трампа сначала доктор фаучи главный вирусолог наш говорил маски не нужны марте прошлого года не на не нужны маски не покупайте маски они до фонаря ну как бы он стал умнее за годы теперь он говорит что не просто маски нужны а он говорит надо две покупать покупаешь обыкновенную хирургическую синенькую а потом сверху еще тряпичную маску чтобы она прижала все полностью тогда на 96 процентов меньше вероятность траллеля как мы понимаем что верить мы ему не можем уже вообще я уже вам говорил и повторяю никаких экспертов в мире нет есть люди которые знают некую профессию называть их экспертом нельзя и считать что их мнение это мнение в последней инстанции тоже ни в коем случае нельзя они знают очень мало они ничего не знают почти они знают больше чем я в вирусологии а я знаю больше чем они в программирование но не не я не являюсь экспертом в программировании не они не являются экспертами вы вирусологии так что же все таки работает почему у нас так упала так резко падает заболеваемость потому что что потому что вакцина реально начала работать когда 40 миллионов привили но если это так кстати у нас здесь еще пишет нет это не тут очень важно еще знать что люди привыкли люди более послушные и носят маски больше так что у нас вакцина или маски то что люди носят маски больше это булшит если носят маски то носят маски меньше то что я вижу на улицах люди стали менее испуганными и часто они уже даже не одевают маски ну да в магазинах конечно одевает все если ты в ресторане или что ли ты деваешь то есть это не факт я в это не верю что стали носить больше масок потому что их стали носить меньше масок то есть вакцина работы но если вакцина работает так как же с индии в индии не было такой вакцинации как у нас масса а у них такие же цифры идут все вниз сказывается разные предположения но то есть главное предположение кто ничего не знает ну конечно вакцинироваться мы будем это понятно то есть шансы явно улучшится наши не заболеть но одно из мнений я слышал это то что этот коронавирус убивает конкретную группу людей то есть он цепляется конкретным людям это могут быть пожилые это могут быть пожилые с какими-то дополнительными болезнями может быть пожилой с отягчающим фактором таким как диабет или ожирение или сердце есть что то что не знает современная наука то что нам говорят по телевизору якобы научно это не наука это интерпретация науки этим человеком другой интерпретирует эти же факты совершенно по-другому то есть не знают они может быть просто существует какое-то количество людей которые должны были подцепить этот вирус и либо переболеть и выздороветь легко или тяжело либо умереть почему неизвестно почему именно этот вирус почему он убивает неизвестно то есть статистика есть конечно и можно сказать что так как среди умерших много диабетиков пожилых и много толстых пожилых под пожилыми я имею ввиду 80 лет и выше то значит значит вот это такие может быть они именно подвергают с другой стороны молодые люди болеют и выздоравливают почему когда был как что-то случилось кстати с вирусом испанка грипп испанка 18 18 1919 год 50 миллионов умерло не было никаких таких вакцин как сейчас куда он делся может быть он тоже убил какое-то количество людей которые он должен был убить почему я не знаю по каким-то причинам и то же самое происходит с этим иначе довольно сложно объяснить то что про то что и у нас и в индии вирус пошел на спад если бы не индия мы бы могли говорить видите вакцины работают и все вы решили вакцина я думаю полезно но вот хотелось бы знать почему хотелось бы чтобы кто-то объяснил почему в индии тоже пошло на спад я им желаю людям из индии самого благополучного всего но вот такие вопросы возникают конечно же следующий следующий вопросик вернее вопросика такое событие интересно у нас сегодня прям сегодня 17 февраля 2021 года вот вы сейчас видите на своих экранах картинку стоят какие-то здания вода какая-то это не какие-то здания не какая-то вода это вид с моря с океана вообще-то в атлантик сити атлантик сити это такой городок у океана в ниджерси там много казино и и об этом поговорим буквально две секунды почему потому что инфоповод вот это здание высокое которое вы видите вот здесь чуть левее от центра это трамп plaza это казино трамп плаза у трампа не одно там казино в частности мы любили туда ездить тадж махал я помню какой был буфет в 90-е годы по-моему за 11 долларов all you can eat все что ты можешь есть причем там был такой seafood там были лангустины вот такие чем ешь сколько ты хочешь мы специально ехали в этот буфет чтобы поесть лангустин а нам было там час езды час час 20 езды от дома туда ну то конечно кто любит играет еще и там в казино gamblers но я не люблю это мне не волновало мне было лангустин поесть да и все там есть набережная хорошая в общем короче говоря городок где казино его за счет этих казино всех он держится в основном там живут черные небогатые люди они работают в обслуге и все такое люди побогаче или у которых это addiction addiction зависимость от игры они приезжают на выходные тратят деньги enjoy life и так далее некоторые тогда еще в те годы я разговаривал со многими и они говорили я знаю что я проиграю я на пенсии я говорил с пожилыми людьми которые там прямо в атлантик сити он говорит я на пенсии мне больше 75 лет или 75 него неважно и я знаю сколько у меня есть денег на счете выходные дни как закон я сажусь машину я еду играть в атлантик сити у меня есть дисциплина говорил мне этот пожилой человек я знаю что я могу проиграть там столько-то денег он там берет ночь в эту в этой же гостинице где казино вечером играет ходит на ресторан ночую там эту ночь на завтра немножко поиграет и едет домой он говорит it's my life это жизнь моя мне нравится я горит я знаю что мне хватит если я буду в таком же режиме работать то мне хватит на многие годы и это горит мои яркое пятно в моей жизни я знаю что выходные дни я провожу здесь где красиво ярко люди красиво одеты и так далее проиграю проиграй иногда готовы игры иногда проигрываю в больше проигра ну и что вот такая была логика но к чему я вам это все говорю конечно не о том чтобы вас призвать играть но вот этот эта гостиница трамп лаза сегодня и взрывают то есть реально взрывают не в переносном смысле положат туда powder порох правильные места и и этого здания не будет уже лет и за сколько 7-8 лет назад это здание было не profitable не приносило доход они его закрыли она стояла пустым а теперь кто-то купил землю под ним и вот они его взрывают уже теперь сегодня demolition разрушает ну конечно мы же америка мы же можем просто взять и взорвать здание мы билеты на это продаем и вот написано atlantic city hotel special offers front seat to demo of former tramplaz то есть правители atlantic city предлагают скидку для тех кто приедет туда и хочет смотреть как эта башня этот отель бы которая была трамп лазой будет взрываться и вот они говорят уже то есть вам дадут там где-то не знаю в гостинице где еще поставят стулья и вот они пишут что здесь за стейн в стейн в гостинице вы должны будете там находиться она идет к нему прилагается шампанское вы можете на завтра late check out это значит выписаться из гостиницы не в 12 скажем 2 часа дня вот и обещают типа вам показать вот это demolition разрушение и вы будете свидетелями история атлантик сити да вот кстати они пишут что это здание было для структура была вейкен пустой пустовала с 2014 года раньше у него у том в какой-то момент у трампа было четыре бизнеса в atlantic city но все они на сегодня либо закрыта либо либо проданы и они пишут что мы мэр города атлантик сити говорит что это говорит об окончании эры трампа ну вот так вот такая у нас темка так что если вы недалеко от атлантик сити все мои ниджерсийские товарищи немедленно в машину покупайте билет в первом ряду и enjoy the взрыв enjoy the взрыв но конечно же носите носите масочки и напоследок что я хочу сказать сегодня из новостей что привлекло мое внимание линкольн нинкель-линкель проект линкольном называется но у нас читается слова линкольн не читается так линкольн по-английски а читается læнкин линкин линкин такой этот линкель проект линкольн это такой был нон-профит который собирал деньги против на против тромпа на компании не только против中 помпа против республиканцев чтобы в разных штатах как давать объявления рекламной кампании против конгрессменов, которые республиканцы. И вот они собрали 90 миллионов долларов. 90 миллионов они собрали. И люди, конечно же, давали деньги на то, чтобы сбросить республиканцев на разных уровнях. Что теперь оказывается? Ну, во-первых, оказывается, что там была, как они пишут, токсическая рабочая обстановка внутри этой организации, которая Линкольн Прадж. Что же там было такого токсического? Ну, ничего как бы особенного, но один из основателей приставал к молодым мальчикам, он мужчина тоже. Некоторые из них были вообще пацаны, вот 14 лет. Он им предлагал секс в обмен на всяческие услуги, в обмен на карьеру, вот и так далее. Ну, как бы да, действительно, токсическое среда, не хотелось бы жить. Это, кстати, люди сдавали деньги, да? Люди сдавали деньги. Они имели там все хорошие зарплаты. Собрали 90 миллионов долларов. Молодцы, молодцы. Пятерка, это пятерка. А куда вы их потратили, пацаны, эти миллионы долларов? Куда вы их потратили? Расскажите нам, пацаны. Сейчас начинается разбираться еще и с финансовыми делами. Да, они потратили там, допустим, 30 или 20 миллионов что-то там на адвертайзмент, на рекламу в разных штатах. Причем во многих штатах, где они давали деньги в поддержку кандидатов, например, в Конгресс, которые были бы против республиканцев, они как раз-таки там и проиграли, вот эти их кандидаты. То есть особой эффективности там не было. Потом оказывается, что они получали очень высокие зарплаты от этого фонда. Они это оформляли либо как бонусы, либо как консалтинг-сервисы. То есть консультантами они были. То есть эта организация, LinkedIn Project, нанимает консультанта. Из их же руководства у них были такие консалтинговые компании, которые подписывались на субподряд и таким образом забирали кучи денег, тонны денег себе в карманы. Удивлен ли я вообще, но ни на секунду не удивлен, ни на копейку не удивлен. Почему не удивлен? Потому что я давно уже не доверяю никаким фондам благотворительным, никаким non-profit организациям. Я им не доверяю by default, по умолчанию. Вот если кто-то просит у меня деньги на что-то, я сразу считаю, что это аферюги. Если я все-таки хочу дать деньги на вот эту причину, я иду и смотрю вот на этот фонд, который ко мне, который мне прислал. Какой процент денег, которые идут как donations в этот фонд, реально достигает цели вот этого donations? Какой процент идет на администрацию вот этого фонда? Я уже когда-то говорил, вот иногда, когда происходят какие-то такие катаклизмы природные, землетрясения, я не знаю, что-то еще, ураганы какие-то. American Red Cross. Красный крест американский. Я посмотрел уже давно. У них действительно очень маленький процент идет на обслуживание самого этого фонда благотворительного, а в основном идут деньги потребителя. То есть, хочу вас просто предупредить по-дружески, по-дружески. Вы наверняка тоже получаете всякие рекламы, предложения, дай денег на это, дай денег на то. Помоги бедным животным, которые вот-вот в мороз, вы видите, какой мороз на улице, а бедные собаки, им нечего кушать, и, значит, надо дать, отправьте по свои пару копеек. Давайте поищем, погуглим. Допустим, я хочу сделать такой фонд. Я сейчас возьму, напишу, собака с грустными глазами. Так, пойдем на имиджи. О, смотрите, какие. Вот, видите, можно уже начинать. Сделать сегодня веб-пейдж, это piece of cake. Можно идти на какую-то платформу, которая еще и принимает донейшены. Но на вашу страницу вы должны выбрать что-нибудь такое пожалостливее. Все-таки эти совсем чистые собаки. Ну, вот это, смотрите, грустная глаза. Ну, вот неплохой кандидат, да, это овчарочка. Смотрите, как она бедная грустит в своей будке, а вокруг, наверное, еще можно там снегом нафотошопить. Разве вы не отправите свои кровно заработанные 20 долларов, 30 долларов? Такой собаки. А что там происходит вокруг собаки, вы не знаете. Вы не знаете, сколько из этих 20 долларов дойдут до этой бедной собаки. Может быть, один. Может быть, два. Поэтому, если я не говорю о том, что не надо помогать бедным животным, ни в коем случае это не мой месседж. Я уже видел неоднократно, когда я говорю белое, а люди слышат черное. Это нормально, это естественно. Испорченный телефон. Подчеркиваю. Но, если вы хотите помочь животным, либо вы должны знать этих людей, например, вы знаете какой-то приют в вашем городе, где есть собаки, и вот в этот приют вы можете перевезти деньги. Либо вы знаете людей. Есть очень добрые, хорошие люди, молодые юноши, девушки, бабушки, дедушки, которые от чистого сердца хотят помочь животным. Если вы их знаете, помогите им. Либо этот фонд должен быть прозрачным финансово. Transparent. Идите, гуглите, ищите данные, статистику про этот фонд. И посмотрите, сколько денег дойдет реально до собачек. Если доходит меньше, чем 90%, вам туда не надо. Вам туда не надо. Это фирюги, которые себя обогатят. Сколько людей здесь у нас? Простых людей. Я не хочу даже говорить об их политической платформе. То есть они были против республиканцев, а я за республиканцев. Не важно. Пусть они будут против. Он или какая-то бабка от своей пенсии оторвала 50 долларов или 100 долларов и отправила на благое дело. А эти сволочи, эти сволочи в руководстве enjoy life, насилуют молодых мальчиков и берут себе зарплату по 20-30 тысяч долларов в месяц как consulting services. То есть да, мы потратили 30 миллионов на advertisement, на всякие эти рекламы, объявления, ну а остальное ушло, вы знаете, фонд, да, многие услуги нам, консультанты были наняты, и вот ушло миллион сюда, миллион туда и так далее. Гады паршивые. Поэтому, когда вы видите non-profit organization, организация без дохода. То есть организация, которая сделана не для дохода. Там у них налоги меньше и все. Это не значит, что люди, которые там работают, не получают зарплату. Всегда получают. Но, мол, типа, их цель и задача не обогащение, не увеличение ежегодного дохода, а наоборот, какая-то благая цель. Ну а да, ну люди получают зарплату. Конечно, они же работают, они получают зарплату. Вот на этой ноте мы на сегодня с вами распрощаемся. Надеюсь, ненадолго. А завтра на том же месте, в тот же час. Будьте здоровы и благополучны. Пока.